Отлов безнадзорных животных в Красноярске вновь под угрозой срыва. К таким выводам пришли общественники после проверки нового подрядчика. Напомню, с предыдущим предпринимателем контракт был разорван из-за того, что бизнесмен преувеличивал свои успехи. Почему общественники уверены, что ситуация с подтасовкой цифр может повториться, репортаж с новым пунктом передержки Анастасии Цыганковой. Я вам говорю, вы будете это делать. Хотите вы этого изменить? Мы будем делать так, как положено. Вот вы будете делать так, как положено, как написано в регионе. Споры активистов и нового подрядчика по отлову безнадзорных животных доходят чуть ли не до взаимного отправления друг друга в суд. Представители благотворительного фонда «Белка и Стрелка» всего несколько дней, как приступили к своим обязанностям и к пристальным проверкам общественников и администрации, оказались не готовы ни морально, ни документально. Подрядчик ни в какую не согласился показать реестры медицинского осмотра животных. У меня все выключения есть. На всех 17 собаках. Покажите, предъявите. Предъявить можете? Нет. Все. Раз вы себя так повели, я больше вам ничего не могу. Так и мы должны знать, что вообще состояние какое. Что значит, мы повели? Ну тогда я пишу, что вы не даете смотреть заключение. Вопросов нет. Заключения не предоставлены, 10 собак не осмотрены. Это все, что согласно регламенту я им предоставила. Все остальные документы в таком тоне, как они со мной разговаривали, они не обязаны смотреть. Обиды подрядчика ревизоров не убедили. Они уверены, документы не предоставляют просто потому, что их нет. Смутили общественников и пойманные животные. В клетках сидят безобидные ручные собаки или вовсе щенки. Заявка пласта достроительной на агрессивного кобеля. Мы его, я вчера, давайте я вам покажу, кого отловить. Ваши работники ручного щенка втроем, хоп, и смылись. Собака два месяца, два месяца, два щенка. Это отдельный адрес. Отдельный адрес. Видимо, на этих собаках были заявки, что они искусали детей, скорее всего. Отобрали пенсию у старушки, наверное. По договору с администрацией города, фонд за год должен отловить 1100 животных. Вот только пока пункт передержки может вмещать лишь 15 собак в неделю, строго по количеству клеток. И здесь с математикой не поспоришь. При таком материальном обеспечении справиться с объемом работ просто невозможно. Понять беспокойство и строгость проверяющих можно. Схожая история уже случалась в Красноярске. Предыдущий подрядчик отчитывался о сотнях выловленных животных, которые были пустыми цифрами на бумаге. Городу такая фантазия бизнесмена стоила миллионы бюджетных денег. Пока благотворительный фонд отделался лишь замечаниями. Перерастут ли они в серьезные санкции, станет из-за того, что они не могут.